Альбина тщательно завернула Леночку в накидку, сделанную из старой простынки, положила в рюкзачок и отправилась на важные дела. На улице было прохладно, листья почти все опали и кругом была грязь. Сегодня она, как настоящая взрослая, шла в садик сама, одна. Девочка аккуратно обходила лужи, чтобы не запачкать новые резиновые сапожки, и перед тем, как зайти в здание, помахала маме рукой. В группе пахло запеканкой и молочной кашей, а на столах лежали огромные яблоки. По одному, на каждого ребенка. Альбина разделась, вытащила Леночку, поправила на ней платье и с любовью посмотрела на куклу. Ну и пусть у тебя нет волос, ты все равно самая красивая. За завтраком почти все дети усердно работали ложками, ели кашу, запивая компотом. Дело было не в том, что еда такая вкусная. Нет, совсем наоборот. Просто за ними наблюдала воспитательница, одежда ванна, которую очень не любила, если дети оставались голодные. И кто не доедал завтрак, обязательно стоял в углу наказанный, наблюдал за веселыми играми ребят. Вот только Маша не слушается никого и кидает свою порцию прямо в нянечку. Фу, невкусно, не буду. Ах ты, маленькая тварь, не зря говорят дурное семя, дурное племя. Альбина не понимает, о каком племени говорит одежда ванна. Неужели Маша из племени индейцев? Скорее всего, это правда. Уж больно она хулиганит. Девочку хватает за руку, заталкивает в спальню. Для Маши это отдельное наказание, угол для нее никак не влиял. Только через полчаса нянечка с криком выталкивает Машу обратно и чуть не плачет девица с одеждой ванной. Вот мерзавка. Урвала я утром два кило мандаринов через знакомых. А это, прости господи, смотри, что она делала. Она показала ей авоську с потрошенными мандаринами. Одни были надкусанные, другие раздавленные. Но в основном с каждого мандарина оказалось съедено по несколько долек. Нет, ну съешь ты один. Ну два. Глаза пусть вылезут. Три. Ну зачем так вредничать? Перед оведенным сном нужно было обязательно погулять. Не важно, что на улице идет дождь или сильный ветер. Альбина натянула теплые штаны, застегнула вязаную маму кофту и перед тем, как накинуть куртку, завернула Леночку в пеленку, чтобы та не замерзала. Хорошо бы шли для нее платья. Мама как раз обещала на выходных заняться эти. Порадовавшись, что ее кукла-скола принарядиться, она взяла за руку Егора и группа, дружным строем, по два человека отправились на свою веранду. Процессия растянулась на десятки метров. Кто-то торопился, кто-то наоборот сильно отставал и считал ворон, как говорила нянечка. Маша сначала обзывала проходящих людей нехорошими словами, а потом закрыла Егора вкладывать запасами. А у мальчика была странная болезнь. Он очень боялся кабачков. Доходило до обморока. Даже мама его просила не показывать мальчку эти овощи. Потом Маша подошла к Альбине и внимательно посмотрела на куклу. «Ты зачем с ней возишься? Она некрасивая и лысая, как поганка». «Мне нравится. Это мне как дочка. Не обзывай. Она обидится». «Ты что, ку-ку?» Маша покрутила пальцем у виска и рассмеялась. «А она же не живая. Вон, даже ноги не шевелятся». Альбина молча отошла от назойливой девочки и пересела на другую сторону скамьи. И тихонько успокоила свою дочку. «Не слушай ее. Ты моя красавица». Воспитательница пригласила ребят. Показала на небе какой-то треугольник. А оказалось, это перелетные птицы улетают домой и перестроились в ровный строй. И как они там в воздухе могут так правильно расположиться? Ребята и на земле, особенно когда идут в бассейн, не умеют ровно идти, не натыкают друг на друга. Альбина проводила взглядом стая птиц и вернулась на веранду. Поглядев по сторонам, закрыла рот ладошками и замерла. Пока она смотрела в небо, Леночка пропала. Альбина села в самый дальний уголок веранды и горько заплакала. Егор, который только что успокоился, после истерики с кабачками, теперь сам успокаивал Альбину, вытирая ее слезы и сопли своим носовым платком и по-взрослому похлопывая по плечу. «Не плачь, не плачь. Хочешь, я на тебе женюсь?» Одежда ванна несколько раз обошла всю территорию в поисках пупса, даже вставала на четверенки, кряхтя как Альбинин дедушка. Но все безуспешно. По пути в группу Альбина сквозь слезы посматривала по сторонам, надеясь увидеть свою дочку, и даже за обедом не смогла сдержать слез. Она так печалилась и переживала, что нянечка разрешила не есть рыбную котлету, от запаха которой хотелось плакать еще больше. Маша хитро посмотрела на девочку и чувством гордости сообщила новость. «А это я спрятала уродскую куклу Альбинки?» «Нечего говорить глупости». «Так, живо одевайся и пошли, покажешь, куда положила». Нянечка ворчала и натягивала сапоги, ругая, на чем стоит свет Машу. «Какая же ты злая! Не выйдет из тебя человека. Хоть бы перевели в другую группу. Всем станет легче». Вернулись они ни с чем. То ли вредная девочка специально не показала то место, то ли взрослые ребята нашли и забрали. Непонятно. Альбине стало еще печальнее. Она надеялась, что сейчас они вернутся с ее Леночкой и все забудется, как страшный сон. В обед она долго не могла уснуть. Думала, где же ее бедная кукла? Не обижают ли ее? Еще мешала Маша, которая бегала по спальне в одних трусах и сдергивалась ребят одеяла. Вечером пришла мама за дочкой и пока Альбина шла в прихожую, снова разрыдалась, во всех красках расписывая свою беду. Брови мамы нахмурились. Она немного разозлилась. Сняла обувь, прошла в группу и позвала воспитателя на разговор. «Надежда Ивановна, что у вас происходит? Эта кукла ей была особенно дорога. Единственная игрушка, оставшаяся от отца. Она ее так берегла, так любила. Давайте уже поставим вопрос о том, чтобы Марию перевели в другую группу. Ну, никакого воспитания». «Хорошо, я сегодня передам ее бабушке ваши слова. Пусть решают что-нибудь с игрушкой и покупают такую же». Дома Альбина сложила все платьица, сшитые мамой для Леночки. Посадила в коробку домик старого медведя, поставила перед ним пластиковую чашечку. «Пей, Миша. Сегодня без Леночки». Она поехала в другой дом, может быть, даже к своей сестре или брату. «Точно. Она нашла своего братика и уехала жить к нему. Ей было очень грустно от того, что папа подарил дочери эту куклу еще пару лет назад, перед тем, как умереть. И с кем она теперь сегодня будет спать?» Походив немного по комнате, Альбина успокоилась. Сервант тоже купил папа и диван, а вот еще осталась квадратная дырка на ковре. Ее тоже сделал папа. Эта дырка была тоже дорога девочке, и она просила маму никогда не выкидывать такой замечательный дырявый коврик. Когда-то давно, как рассказывала мама, папа уронил на ковер обогреватель и прожег его. Поздний звонок двери заставил девочку вздрогнуть. Пришла какая-то бабуля и, перекинувшись пару слов с мамой, зашла в дом с большой коробкой в руках. Альбина тихонько подошла к дверям и увидела в коробке большую красивую куклу с белыми волосами, нарядным платьем и чудо чудное в туфельках с застежкой. Голос бабушки был звонкий. Альбина без труда услышала весь разговор. «Извините нас, пожалуйста, Маша не со зла это делает. У нее родители уехали на заработки. Приезжают очень редко, присылают деньги. Я стараюсь окружить ее любовью и лаской, но, видно, против природы не попрешь. Любинку нужны родители». Девочка грустит, оттого и бунтует. «Вот, возьмите вместо потерянной куклы. Она, конечно, не восполнит утраты. Воспитатель мне все рассказала. Ну, хотя бы отлечет девочку от грустных мыслей». «Что вы! Перестаньте! Отдайте лучше Маше! И мы не в обиде! Я считаю, что дети должны немножко хулиганить». «Так что пусть сама она играет с такой красивой дорогой игрушкой. Мы не в обиде!» Бабушка грустно улыбнулась. «У нее таких кукол знаете сколько? Не нужны они ей!» Мама хотела было отказаться, но бабушка замахала руками, сказала, что иначе не уйдет отсюда. Проводив ее, мама зашла к дочери. «Доченька, вот ведь как неудобно получилось! Мне прям так стыдно!» Ксюша была очень красивая. Светлые волосы, красивее, чем у одежды Ивановны. Платье сшитое, как на человека, с кармашками, с поясом и пуговицами. Туфельком могла позавидовать любая обычная девчонка. Она была слишком красива и совсем не похожа на Леночку. Альбина равнодушно посадила куклу на полку и пошла спать одна. В садике Альбину облепили дети. Трогали куклу, записывались в очередь поиграть с ней хотя бы несколько минут. Это была не Леночка, и она без сожаления отдала куклу девочкам. Маша сидела в сторонке, насупившись. Ее опять отругали за то, что она облизывала ложки всех ребят. Кто-то один сказал, что не хочет есть после чужих слюней, и теперь даже те, кому было все равно возмутились. Потребовали помыть им ложки с мылом. Завтрак был на грани срыва, и пришлось отправить хулиганку за отдельный стол. Альбина позвала Егора. Они долго шептались о чем-то, и взявшись за руки, подошли к Маше. Маша, мы с Егором будем играть в дочки матери. Я буду мама, он мой муж, а ты наша дочка. А потом мы найдем тебе братика. Согласна? Машу впервые позвали играть в такую игру. Обычно ее избегали. Наоборот, прогоняли и боялись. Она задумалась, еще не до конца поверив, что они не шутят. Еще раз настороженно посмотрела на Альбину Егора. Ее глаза немножко потеплели. Дочкой? И вы будете моей мамой и папой? Да. Сейчас вместе построим домик, будем там жить, и у нас будет настоящая семья. Даже если я буду плохо себя вести? Альбина по-взрослому подняла вверх указательной пальчик и сделала серьезное лицо. А дети должны немножко хулиганить. Мы тебя только хвалить будем. Ксюша сидела на подоконнике и наблюдала за детьми. Интерес кукле быстро пропал, но она не огорчалась. Ведь что может быть важнее крепкой и дружной семьи?